Уход за розами в июле и августе. Самыми любимыми цветами многих дачников уже долгое время остаются розы, несмотря на кропотливый выход за ними, особенно в период жаркого лета в течение июля-августа. Кроме того, в последний летний месяц нужно начинать готовить кусты к переходу на зимний режим. Это значит, что цветам в это время требуются специальные подкормки и условия содержания. Общая информация о выращивании роз в открытом грунте. Независимо от сорта, розы любят рыхлую, мягкую, плодородную почву с оптимальной кислотностью 6-6,5 рН. В таких условиях особенно удачно растут английские сорта с необычными названиями – Benjamin Britten, Pet Austin, Winchester, Cassidral. Они имеют крупный бутонный нежный аромат фруктов, а куст в диаметре составляет 150 см. Обратите внимание, нельзя сажать эти кустарники там, где до этого 80 лет росли другие цветы. В составе такой почвы не будет питательных веществ, и их невозможно восстановить удобрениями. Общие правила посадки – не рекомендуется высаживать розы под открытыми солнечными лучами, в противном случае их окрас поблекнет, а лепестки завянут. Высаживать кустарники лучше в затененной части огорода, рядом с высокими плодовыми деревьями или около ограждения. Перед посадкой саженцы подготавливают. Для этого длинные корни частично подрезаются, а сухие срезаются полностью, не касаясь нити видных отростков. Если земля на участке с большой примесью глины перед посадкой, в подготовленную лунку добавляется речной песок, смешанный с перегнившими листьями. Посадка на затемненном участке этих общих принципов можно придерживаться и при посадке кустарников розов в июле и августе. Особенности ухода за розами летом в июле и августе Уход за розами летом требует от садовода рестального внимания. Самое живописное цветение розовых кустов начинается именно в июле. В это время нужно убирать завядшие бутоны, срезая их над цветковой почкой так, чтобы остались три листники, растущие в пазухах первого пятилистника. Эту же процедуру можно проводить и в июне. Обратите внимание, если цветоножки не удалять, начнут появляться новые побеги, которые не дадут розы выпустить вторичные. Кроме того, если уже началось цветение, то подкармливать растения нельзя т.к. Это приведет к ускорению отцветания. После появления первых соцветий первоначальной обрезки розы нужно подкормить азотистыми удобрениями. Полит должен быть частым и достаточно щедрым, особенно в период максимальной жары. Если побеги достигли 1 метр, нужно подвязать кустарник к опоре, чтобы избежать его поломок от порывов ветра. Кроме того, в любое время важно беречь розу от различных болезней и вредителей. При обнаружении первых симптомов, например, черных точек или следов мучнистой росы, заболевшую листву обрывают, а кусты опрыскивают фунгицидным раствором. Июль считается подходящим месяцем для черенкования. Для этой цели уже после первого цветения молодые ростки срезаются, которые можно укоренять. Что еще требуется делать в июле? Поливать в вечернее время не менее 10 литров. Подкармливать, например, листовым перегнуем или курином пометом. Осуществлять размножение. Для этого не рекомендуется использовать побеги, расположенные в нижней части себляты. К. Они имеют низкую жизнеспособность. Убирать отцветшие бутоны. Это поможет розам направить всю энергию на цветение новых побегов. Отцветшие бутоны нужно срывать. В августе происходит повторное цветение розовых кустов. Цветки появляются на всех побегах, как старых, так и тех, которые появились от прививания. Молодые побеги, возникшие под конец лета, считаются наиболее ценными. Т. К. От них возникают новые кустарники. Важно! Обрезать эти побеги нельзя, даже если один из них достиг максимальной длины и превышает остальные. Эту процедуру можно провести с чайным сортом или флорибундой. Если такой побег появился во второй половине августа, его обрезают сразу, чтобы роза не тратила силы на его рост перед наступлением зимы. У плетистых сортов отростки обрезать не следует. Исключение составляет сорт Рамблер. У таких роз отсветшие бутоны удаляются полностью. Также в это время нужна подкормка роз смесью калия и фосфора. Ближе к концу августа перестают обрезать завядшие бутоны, давая возможность созреть молодым семенам. Впоследствии они приведут к возреванию побегов. Если август достаточно жаркий и без оптимального объема осадков, то полить должен быть таким же частым, как и в июле. Обратите внимание, в августе часто появляются грибковые растительные инфекции, поэтому важно проводить профилактические меры. В этих целях хорошо себя зарекомендовала зола как удобрение. Для приготовления питательной смеси нужно взять 2 стакана золы, залить 3 литра горячей воды, а затем прокипятить 10-15 минут. Далее дать на стол остыть, а потом слеть через сито. Процеженный раствор залить 10 литров воды. Перед применением можно добавить одну таблетку микроудобрений. Перед внесением удобрения всегда важно учитывать специфику почвенной участки и погодные условия. Так, во время жаркого лета удобрения стоит добавлять в уменьшенном объеме и с меньшей частотой. Если лето выдалось дождливым, то подкормки производятся чаще и в несколько увеличенном количестве. При пересадке, обрезке и ухудшении погоды желательно опрыскать кусты пином, растворив одну ампулу на 5 литров воды. Сажая розы в августе, какой уход должен осуществляться? Он должен быть очень тщательно подготавливающим цветок к зимовке и поэтому каждый садовод должен внимательно отнестись к этому процессу. В июле же роза будет достаточно частого полива и периодических удобрений. Розы нужно поливать как ухаживать за розами летом для обильного цветения. Месяцем роз у садоводов считается июнь. Именно в это время они радуют ярким цветением и пышными бутонами. Поэтому большинство цветоводов задумывается о том, как ухаживать за розами в саду летом, чтобы цвели красивее. Летний уход подразумевает правильное рыхление, регулярный полив, удаление сухих и пораженных побегов, внесение удобрений. В начале июня на розах появляются первые бутоны, поэтому не лишним будет внести под кусты органические удобрения. Навоз куриный помет, смешанный с навозом. В первой декаде месяца в почву добавляют кальций в оселитру или альбумин, смешанный с коровяком, куриным навозом или настоем трав. Все смеси изготавливаются из расчета 1 стакан. Ложка на 10 литров воды. Подкорм коконским навозом через 7 суток после такого типа подкормки вносят удобрения с вытяжкой двойного суперфосфата 100 грамм, которую заливают 1 литр горячей воды. После этого дают настояться 3-4 часа. Процеживают и растворяют в 10 литров воды. Перед тем как обрабатывать розы, в смесь лучше добавить 20 грамм калийной селитры. Опрыскивать нужно до тех пор, пока вся поверхность листа не станет полностью влажной. В середине месяца перед началом цветения, воду 10 литров добавляют полезные микроэлементы, 1 таблетку калий 30 грамм и сульфат магния 10 грамм. Другой вариант, в 10 литров воды растворить 1 таблетку микроэлементов и 30 грамм калимагнезии. Еще через неделю стоит провести вне корниковую подкормку. Для ее приготовления заливают 2 стакана. Золы 3 литра горячей воды. Затем все нужно прокипятить 10-15 минут. Дать настояться и сцедить. Полученный раствор нужно разбавить еще 10 литров воды. Перед тем как применять такое удобрение, рекомендуется добавить 1 таблетку микроэлементов. Важно! Все удобрения вносят в грунт до цветения роз, но не во время. Как правильно вносить удобрение перед подкормкой розы нужно полить. Потребуется от 5 до 20 литров, минимум 2 ведра на куст в зависимости от срока посадки. Для молодых кустов будет достаточно 0,5 ведра, чтобы не повредить корни. Температура воды не должна быть слишком низкой, лучше дать ей настояться. Все внекорневые подкормки используются сразу после приготовления. Нужно своевременно лечить розу от болезней и паразитов при помощи различных химикатов и растворов. В процессе обрезки кустов стоит пользоваться садовыми перчатками. Это позволит обезопасить и руки, и куст. Для аккуратного осуществления процедуры лучше использовать острый секатор. Советы и рекомендации от опытных цветоводов и дачников. На зиму лучше сооружать для всех розочек конструкции из пластиковых ящиков для фруктов. Для начала кусты подрезают. Способ зависит от сорта, затем легонько окучивают землю, в которой они будут находиться в период холодов. После укладывают лапник, ставят ящик и накрывают двойным слоем лутрасила. Если делать для роз такое укрытие, то под слоем снеговетки не сломается т.к. Всю снежную массу на себя примет ящик. Для безопасности можно обсыпать кусты от травы и от грызунов. Укрытие на зиму уход за розами в июле и августе лучше проводить регулярно и как можно бережнее. Им нужен частый и обильный полив точно под корень, чтобы уберечь нежный цветок от появления грибковых инфекций. Всегда нужно следить за тем, чтобы земля была как следует увлажненной и рыхлой. Первое удобрение вносится по весне после проведения обрезки. Обычно на один куст тратится 3 кг отстоявших гасяновоза. Как только появляются первые побеги под каждый куст, заливается 3 литра настоявших гасякоровяка. При внесении этого удобрения стоит помнить, что на улице должно быть минимум 10 градусов. Следующее удобрение вносят при появлении бутонов. Для этого также используют коровяк в идентичных пропорциях. Последующие подкормки должны содержать минералы и вносят их после первичного и повторного цветения. Важно! Нельзя удобрять розы азотом позже первых чисел и июля, в противном случае молодые побеги погибнут при первых морозах. В процессе регулярной обрезки бутонов нужно быть осторожным, чтобы не повредить пятилистник. Это нужно делать, чтобы начали зацветать молодые побеги. Кроме того, такая обрезка позволит избавиться от различных дачных вредителей, например, розанной тлии или личинок розанного пилищика. Причем в случае появления последних паразитов побеги придется убирать целиком. Лучше приобрести здоровые саженцы, у которых три молодых побега и крепкое корневище. Перед тем, как сажать в грунт, корни оставляют на одну ночь болтушки из глины. Так они напитаются полезными веществами и влагой, что даст им хороший толчок к росту. Обратите внимание, высаживать кустики лучше там, где много солнца и воздуха. Почва, безусловно, должна быть плодородной и взрыхленной. Стоит подготовить квадратную лунку размером 50 умножить на 50 умножить на 50 сантиметров. Землю из участка смешивают с перегнуем и специальным удобрением. Размещают розу так, чтобы привитый участок опустился в почву на 3-4 сантиметра. Далее корни присыпаются землей и поливаются. Все, что осталось поверх участка, обрезается и окучивается на высоте примерно 30 сантиметров. Когда появятся первые побеги, лишнюю землю аккуратно щищают. В июле куст удобряют фосфорными химикатами, а в августе – с добавлением калия. Это позволит подготовить кустарники долгим осенним и зимним холодам. Чтобы посадка роз была в радость, стоит учитывать следующее. Для роз должно быть достаточно места – минимум 7 метров. Укрывая розы в конце августа – начале сентября, всегда нужно оставлять кустам достаточно места для проникновения воздуха. Весной их нужно своевременно открывать и сразу же опрыскивать или вносить первое удобрение. Для придания более сочных красок можно опрыскать кусты химикатом циркон и добавить стимуляторы роста. Если на листьях появились пятна или точки, их нужно срочно срезать и сжечь, чтобы споры заболевшей листвы не распространились по участку. Все эти приемы позволят добиться обильного цветения розовых кустов. После прочтения данной статьи даже начинающий цветовод разберется, как ухаживать за розами в саду летом, осенью и весной. Как видно из описания, выше сегодня существует множество способов, чтобы этот цветок каждый год на даче радовывал красивым пышным цветением. Но есть ключевые моменты, неизменные для всех сортов – своевременный полив, правильное место расположения и питательное удобрение. Если выполнять этот минимум мероприятий по уходу, то обильное цветение розовых кустов не заставит себя долго ждать. 00.VoutArticleRating